На территории между домами 31 и 33 по улице Октябрьская бригада трудится в будние и выходные. Этим дворам почти 60 лет. Капитальный ремонт здесь проводится впервые. Сейчас рабочие засыпают щебнем проезжую часть. До конца лета на этом месте появится современная парковка для автомобилей. Для этого дорогу расширили. Это была идея жильцов. Весь ремонт проходит под их чутким контролем. Очень-очень нужно, очень ждали. Очень все эти были лужи, рытвины, ямы, неухоженность, зауженная дорога. Люди и машины по одной дороге ездят. Дети на колясках их возят. А сейчас у нас отдельный тротуар для пешеходов, для людей. И отдельная дорога будет. И даже появились парковочные места. Появится и новое освещение, лавочки для отдыха, урны. Переоборудуют и контейнерную площадку для мусора. Как только благоустройство выйдет на финишную прямую, жильцы своими силами посадят березы и каштаны, чтобы общая картина двора была завершенной. О своих планах активисты рассказали главе региона. Алексей Русских лично проверил работу подрядчика на объектах в Засвиярском районе. Замечания были во дворе дома номер один по улице Терешковой. И здесь рабочим предстоит переоборудовать лавочки. Прежде они были установлены с ошибкой. Когда делали работу, значит, разумеется, снимали скамейку, ее перетаскивали подальше, клали асфальт, обратно поставили, но не прикрепили. Нет, скамейки, да, разъявили. Губернатор поручил устранить все проблемные места, на которые их указали жильцы. Сейчас модернизация двора близится к финалу. Ямы у хабы на дороге перекрыло новое асфальтовое покрытие. На тротуаре смонтированы пандусы, чтобы пожилым людям, инвалидам и мамам с колясками было удобно передвигаться. Рабочей бригаде осталось установить урны, смонтировать новые линии освещения и завершить укладку покрытия в парковочных карманах. По проекту Ульгэс у нас в этом месте, напротив 6-8 подъезда, заложены силовые кабели. И мы не могли сделать так, чтобы у нас в этом месте были звездные карманы. Поэтому сейчас, после разговора с Алексеем Юрьевичем, нашим губернатором, я, как понимаю, будет вопрос решаться или о том, чтобы положить там какую-то плитку специальную, пустотелую. Или мы будем сами за счет своего дома, за счет своих средств как-то участвовать в том, чтобы самим самостоятельно засыпать это все щебнем или каким-то другим материалом. Всего в регионе до конца года обновят 217 дворов, 86 из которых в областной столице. Ремонт идет по программе «Мой двор». На следующий год губернатор поручил не сбавлять темп, включить в список дополнительные объекты. Их перечень составляется на основе обращений жителей. Александра Никитина и Герман Баранов. Управда. ТВ.